Она у вас на коробке маленький. Действительно? Восьмерка пик? Вы подумайте. Скажите, какая карта сверху? Что ж, ну, дама пик. Есть! Есть! Вишневый сад отмечает юбилей перед зрителем, как и 115 лет назад. Конечно, это не театральная постановка, а только фрагмент. Чтобы увлечь молодого читателя творчеством писателя, Чехова пытается сделать понятным современности. Так идея Шарлотты перехватывает настоящий иллюзионист. Это уже не просто пьеса, а шоу-фокусника. Я неоднократно уже снимался в кино, в эпизодических ролях. Ну и, конечно, было такое желание попасть на сцену, именно вот в такую историческую атмосферу. Я хочу, чтобы люди во любом возрасте верили в чудеса. Портреты Чехова писали известные художники, в том числе и его родной брат Николай и друг Левитан. А сейчас студенты. Хоть они и думают, что просто играют в крестики-нолики. Нижняя середина. Нижняя середина, хорошо. Ну что, друзья, нижняя середина, и я пойду вот сюда. Напряженное соперничество на игровом поле завершилось победой. Чехова. Чем не подарок? 159-й день рождения великого классика. Ну это был ваш выбор. Ваши ходы были. Вы делали ход. Вы, вы, да? Все делали ход. Я хочу, чтобы вы посмотрели, что из этих ходов получилось. Что еще таится в тени Вишневого сада студенты узнавали в кроссворде. Кроссворд хороший. Хорошо составили. Традиционное сменилось современным. Вспомнив героев и персонажей пьесы, переключились на танец-перформанс «Вишня». Олеся Слонько, Юрий Санкин, Дон-24, Таганрог.